Здравствуйте, дорогие друзья! С вами опять я, Максим Гончаров, врач-психотерапевт и тот специалист, который желает вам профессионального роста. Сегодня поговорим о явлении, которое не часто обсуждается в современной психологической литературе. Это так называемая психологическая расположенность. Что же это такое вообще? Что это за явление, что это за свойство? Начнем с того, что это такая способность. Способность наших клиентов, вообще способность человека, видеть психореактивное происхождение своих проблем, своих симптомов и конфликтов. Это такая способность размышлять над психологическими причинами тех или иных своих трудностей. То есть, когда человек склонен пытаться провести связь между его головной болью и, скажем, семейными проблемами, между болью в спине и тяжестью ситуации на работе, в личной жизни, ну и так далее. То есть, психологическая расположенность – это практически неизменная потребность или свойство, без которой психодинамическая терапия сложиться вообще не может. Отсутствие психологической расположенности не позволяет человеку размышлять над психологическими причинами своих тех или иных расстройств. Поэтому, как только вы сталкиваетесь с клиентом, который обладает низкой психологической расположенностью, у вас есть всего два выбора. Первый – эту психологическую расположенность попытаться развить. Ну, то есть, другими словами, это то свойство, которое у человека, в принципе, потенциально развито довольно неплохо, вернее, имеется в наличии. Но разве это недостаточно? Если приложить к этому старание, то есть, попытаться помочь человеку заглянуть в его переживания, увидеть, как эмоционально он откликается на грустные какие-то или тревожные события, что он чувствует в момент столкновения с какими-то серьезными проблемами. И таким образом, эта психологическая расположенность может быть взросшена. Это позволит создать хороший фундамент для дальнейшей психодинамической работы. Если же это невозможно, в силу структурных ограничений человека, в силу его характера, давайте так это назовем, то психодинамическая терапия ему не подойдет. То есть, просто точный диагноз вас, как специалиста, будет предполагать, что эта работа будет проделана зря, неэффективно. Да, собственно, она и закончится, скорее всего, через пару-тройку встреч, потому что человек будет ориентирован на довольно прямые инструкции и не склонен будет брать ответственность за собственные психологические размышления. Поэтому еще раз желаю вам точной диагностики, успешной работы. Будьте счастливы. Всего хорошего.